Всех приветствую, народ, с вами Артём. Сегодня у меня будет не совсем специфичное для моего канала видео. Сегодня я... реально, я не знаю, как это описать-то. Наверное, это в определённой степени будет мнением. Но, тем не менее, просто сегодня будет такая тема, которая достаточно нехило подняла шумиху в интернете. Да, я думаю, вы уже видите там по вкладкам наверху надо мной. То, что сегодня я... то есть сегодня мы реально... я хочу поговорить на тему вот этой истории. Господи, мне язык не воручается после монтажа. В общем, драма, которая произошла на Ютубе. Целая драма, за которой реально меня подсадили уже в какой-то момент. Я просто тупо сидел, поглядывал, просто ради интереса, что ж там будет происходить дальше. Да, я не собираюсь тут заниматься всякими разоблачениями и прочей хренотенью. Я просто хочу посмотреть как бы на всю ситуацию, связанную с Ферромиром. В общем, я это всё хочу как бы со стороны обозреть, что ли, я не знаю, слово не могу адекватное подобрать. Просто действительно, почему я решил вообще это видео записывать, потому что, казалось бы, мой канал не имеет никакого отношения к Майнкрафту. И, казалось бы, я обычно такие темы, в принципе, не поднимаю там обсуждение человека или что-то такое. Я даже, в принципе, не человека сегодня собираюсь обсуждать, а просто саму ситуацию. Как это произошло? Просто потому, что шумиха в русском Ютубе произошла такая, как последнее такое самое громкое событие, которое обсуждали вообще все. Это был уход короля Мэдисона. Да, и достаточно давно не было вот такого шума, чтобы русский Ютуб так всколыхнул. Объясню, почему я, например, за это взялся. Почему я хочу сегодня на эту тему поговорить. Просто потому, что как-то не смешно, но я вообще узнал обо всей этой ситуации из кулинарного шоу. Из кулинарного, Карл. Это весьма-весьма странно. Так вот, и опять же, что меня еще побудило, опять же, снять видео. Потому что, если то, что собирается сделать Ферромер, произойдет, то, знаете, это будет нонсенс на российском Ютубе. Объясняю. Давайте перейдем на вкладочку его канала. Он собирается удалить свой канал. Реально, он собрался удалить свой канал. Завтра. В 14, мать его, 0-0. То есть, я так... По Москве 13, 0-0 получается. Канал полуторамиллионник. То есть, знаете... Я всякое видел на Ютубе, но это что-то как-то даже, знаете, это... Это необычно. Это странно. В общем, для тех, кто не в курсах, давайте я прям вкратце расскажу, что, где и как. Кто-то сейчас может сказать, ты его пиаришь. Ну, блин, ребят, давайте будем серьезнее. У него канал полтора миллиона подписчиков. Это... Кого я как буду пиарить? Короче. Ну, вы уже по превью картинкам все поняли, да? В общем, что я хочу сказать. Изначально. Я к этому всему отношусь как к очень качественно сделанному пиар-ходу. Реально. Я бы, например, сам бы на такое бы не пошел. Я все-таки предпочитаю другие методы. Для меня важнее качество, а не количество. И такой ересью, которой начал заниматься Феромер, я бы не начал заниматься. Но, тем не менее, невозможно не похвалить его за просто гениальную мысль. Что он, что Карина. Гениальные идеи, которые я бы использовать не стал бы. Реально. Но, тем не менее, у них это сработало. Они на это пошли, они рискнули. Окей. В общем, началось все с чего? Началось все с вот этого дела. Нападение на Майнкрафтера Феромера. То есть, хайп начался с того, что вроде как ему взломали. Ему начали ломать дверь, по-моему. А, ему дверь подожгли. Ему подожгли. Типа подожгли дверь. И, значит, ему прыснули перцовым баллончиком. Сейчас я найду, где это все дело происходило. Азвагор! Азвагор! Азвагор, мне сейчас перцем, перцовым баллоном в глаза. Они мне ничего не сделали. Они мне потушить пожар не дают. Они мне кофту порвали, мне пожар не дают. Просто потушить. Я не знаю, что делать. Там пожарник еще пять минут будет ехать. Ну, короче, вы поняли, да? В общем, был вот такой стрим, на котором вот происходила вот такая вот ересь. Якобы ему подожгли дверь. Якобы ему перцовым баллончиком в глаза прыснули. Я не собираюсь тут заниматься там этим самым... Как его? Господи, я не буду рассказывать там, правда это неправда. Меня вообще не интересует. Хотя, честно скажу, мне кажется, что это все... Ну, когда перцовым баллончиком попадают в глаза, как бы, это не так. Это не... Он бы не так спокойно глаза открытыми бы не держал. Короче, вкратце, он потом записывал видео, где он там ревел, где он пустил охренительную соплю и так далее. В общем, как-то это все дело... Вот это все я вообще не следил за этим делом. Короче, грубо говоря, произошла следующая фигня. Что меня заставило обратить внимание на опять на этот канал. Я как-то посмотрел это и забил на это дело. Но потом произошла очень интересная фигня. Сейчас найду, где это видео-то было. Мы еще в доме Майнкрафтера Феромера. То есть, это сами бандюки записали. Короче, грубо говоря, к нему типа ворвались... Да, к нему типа ворвались вот эти два... Вот эти два... Где ты? Где-то, блин, я не вижу ни хрена. Акробабленный Феромер. Да, господи, где это? Где, 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 где это? Они же там полстрима в камере сидят. Да, да. Короче, вот эти два замечательных... Там еще второй ходит. Вот эти ребята замечательные молодые люди типа его избивали. Я не знаю, если вы это все видели, многие видели эти видео в интернете. В общем, веселуха полнейшая. Якобы его побили, порезали, видео выложили, я так понимаю, сами бандюки. И, видимо, thumbnail тоже они же рисовали. Это весьма забавно. Забавная фигня. Ну и, в принципе, я уже начал просто в какой-то момент с большим интересом смотреть то, что... Интересно, как эта история будет развиваться? Ну, там что-то Феромер говорил, что это типа Азлагор делает и так далее. Я говорю, я на все это смотрел вообще подстраненно. Я считаю, что у чувака неплохой пиар-ход. Просто, например, вот thumbnail и те же самые, зачем там глаза вырезает, непонятно. У меня на работе произошла просто буквально истерика. Хорошо, что я в кабинете один сидел. Когда я увидел это видео? Просто опять, просто опять я зашел... Ну, блин, опять из кулинарного шоу я это увидел. То, что была опять ссылка на это дело. Я посмотрел, и я вижу, что он побрился на лысо. Ну и да, кстати, ему вроде как сломали руку, сломали ногу. Он ходил в гипсе. Неделю, по-моему, где-то. Может, две. Я не следил за этим делом, говорю. У меня была истерика, когда я увидел обритую голову. А потом началось следующее. То есть... Я так понимаю, он забил стрелку. Типа стрелку. Бой! Бой против Азлагора, господи. Когда я вот это увидел, я тягаю гантелю и... Господи. Реально. Да, кстати. Напоминаю, были ножевые ранения. А его на следующий день выкинули из больницы. Это весьма-весьма необычно. Так не делается обычно. Значит, сломали ногу, сломали руку. Все видим, все понятно. Тягает гантелю, готовится к бою. Буквально проходит... Так, вот смотрите. Когда там на него было нападение? Я просто чисто со стороны. Я привожу только факты. То, что я вижу. То, что я вижу. Месяц... Ну, за месяц, значит. Через... За три... Через три недели он сам себе... Он выпускает видео, где он сам себе снимает гипс. Через три недели, после сломанной руки, он тягает штангу. Напоминаю, у него была сломана рука и сломана нога. Но он тягает ста килограммовую штангу. Режет ногу. Судя по превьюшке, как в пиле. Вот. И в итоге происходит бой на вид Фести. Против Излагора. Как происходит бой? Ребят, ну вот честное слово. Я занимался боксом в свое время. И скажу честно. То, что я здесь вижу... Ну, что это за вялые движения? Ну, правда, ребят. Они даже не пытаются. Это отличный пиар-ход. Это просто невероятно классный пиар-ход. Но! Как я уже говорил, не об этом будет разговор. Не об этом. Я лично все-таки считаю, что это офигительный пиар-ход. Он на него рискнул. Он решил его сделать. Чувак молодец. Он раздул такую шумиху. Реально. В последний раз так только Мэдисон смог сделать. А Ферромер далеко не Мэдисон. Тут тоже это стоит отметить. А в итоге он умудрился очень нехило реально прям поднять вокруг себя такую шумиху. Да, на него свалилось огромное количество негатива. Но мне кажется, он понимал, на что шел. Так. Я, например, как раз так бы делать не стал. Хотя... Вообще идеи подобного рода меня посещали неоднократно. Скажу честно. У меня даже есть до сих пор одна идея, которую... Которая я знаю, что она сделает хайп. Она... Она сработает. Но я ее не хочу делать просто потому, что это будет мерзко. Нельзя такое делать. Я просто... Я за качество. Я за качество контента. Я не хочу развивать вокруг себя шумиху какими-то сомнительными методами. Есть одна идея, которую до сих пор не реализовали зарубежные ютуберы. Кстати, даже вот подобный хайп, он вполне неплохо... Он ногами-то вырастает из сватинга. То есть... Когда у меня были мысли, например, каким образом можно свой канал развить. Я написал несколько идей вместе с хреновыми идеями. И в итоге я все равно остановился на одной простой вещи. Делай просто качественный контент. Потому что на канале все-таки у меня сидят более-менее люди, более такие... Ну, скажем так, более взрослые люди. И у меня их меньше, но я их всех люблю. Я всех люблю, народ. Вот. И, значит, просто... У меня вот... Одна из таких идей была... Это как раз-таки сделать постановочный сватинг. То есть реально сделать постановочный сватинг. Позвать друзей, чтобы типа ко мне во время стрима вломился спецназ. Ну, типа спецназ. Это были бы знакомые, там, оделись бы и так далее. Вот. Но я от этой идеи отказался, потому что... Ну, зачем такое делать, блин? Это... Это вот как раз создавать вот такую дебильную шумиху. Так вот. Видео. Раз, два, три. Начало записи. Никогда, кстати, не понимал, почему он так делает. Я тоже считаю раз, два, три. Но я их считаю за кадром. Просто чтобы понять, где у меня дубль. У меня раньше, когда я фрапсом записывал, у меня просто бил по кнопке. Громко. Чтоб понимать. Просто не понимать, зачем снимает вот эту вот... Додубляжечную вещь. Вот эту. Короче, чтобы не смотреть все видео полностью, вкратце. Они помирились. Мне кажется, это было абсолютно логично. К этому все и шло. Мне кажется, даже, что был изначально записан сценарий. Короче. В общем, какая интересная фигня. Они сказали, что они закрывают свои каналы. Типа, они уходят на зарубежный YouTube. Их дико достало, что весь вот этот негатив русского YouTube свалился на них. Но, знаете, в чем смешно? Они дают ссылку на новый канал. Они дают ссылку на новый канал, который называется Vodka Craft. Водка Craft. На котором они реально выложили уже даже два видео на английском канале. И смотрите, они дали ссылки. Our Russian Channels. Наши русские каналы. Но при этом они говорят, что они будут удалять канал. У Феромира, собственно, здесь и находится. Это что-то... Так, секундочку. Да. Да подожди ты. Помолчи. Удаляем канал Феромира в прямом эфире. Пропрощальный стрим Майнкрафтера на закрытие русского канала. Тем не менее, ссылку на новом канале он дает. Кстати, канал уже может получить серебряную кнопку. В общем, знаете, ребят, ну, ей-богу, это странный ход. Я вот честно скажу, честно скажу. Я не верю, что канал Полутора Миллионник будет удален. Вот. Собственно, именно по этой причине я снимаю это видео. Потому что не обратить внимание на такой нонсенс. Я просто не понимаю, зачем. Потому что... Если чувак реально решил уйти с русского ютуба, то зачем он дал ссылку на зарубежный канал? Потому что достаточно открыть любое видео из двух. Выбор пока невелик. И можно заметить, что описание на русском языке, комментарии... Ну, блин, конечно же, люди все пришли с русского канала. И никуда они от этого негатива-то не убегут. Это еще один шажок охренительного пиар-хода. Вот реально. Мне теперь очень стало интересно, закроет он свой канал или нет. Мне вот реально это интересно. Действительно ли он его закроет. Потому что... Это реально. Это интересно. Я хочу за этим понаблюдать. Это действительно событие на ютубе. Это действительно событие русского ютуба. Удаление канала в полтора миллиона подписчиков. Таких громких вещ... Реально, таких громких событий именно в русском ютубе было на моей памяти два. На моей памяти их было два. Это когда Мэдисон сказал, что он уходит. На тот момент Мэдисон был вообще король. Да, он и сейчас король. Это Мэдисон. Это вне времени и пространства. И второе громкое событие, когда забанили Омское ТВ. Но потом его разбанили и как-то, в принципе, каких-то там трений по этому поводу не было. Но когда было заблокировано Омское ТВ, это, конечно, всколыхнуло определенную аудиторию. Сейчас же я просто... Вот сейчас это реально. Это событие удаления канала, у которого миллион триста тысяч подписчиков. Черт побери. Я хочу знать, чем вся эта история закончится. Реально, меня, человека, который далек от Майнкрафта, который слыхом не слыхивал, кто такой Ферамир, узнал о нем из кулинарного шоу вообще. В итоге... В итоге, реально, вот это... Вот это... Это как сериал уже смотришь. Теперь ждешь, чем же все это дело закончится. Так что, знаете, ребят, я не знаю, я погляжу. Первого июня где-то, я не знаю, может, я даже отдельное видео потом посвящу. А может, в прямом эфире на это посмотрим. Просто ради интереса. Потому что мне интересно стало, ребят. Мне интересно. Если вам, как говорится, неинтересно, вы можете это абсолютно не смотреть. Сейчас выходят летсплеи, выходят передачки. Игрокульт новый скоро выйдет. Он готов уже. То есть, а те, кому интересно понаблюдать за вот этой необычной вещью... Потому что я реально удивлен. Удалить такой канал? Удалить такой канал? Нет, я сам знаю. Я сам удалял свой пятнадцатитысячный канал. Но, блин, что такое пятнадцать тысяч? Что такое миллион триста тысяч? Причем тогда у меня были... Это были определенные проблемы, скажем так, законодательного характера. У чувака просто он устал от негатива, который на него льется. Так если ты устал от негатива, который на тебя льется, зачем ты тогда ссылку на новый канал даешь? Короче, я пока не совсем понимаю, зачем делать вот этот ход. Возможно, канал и не будет удален. Я думаю, что, скорее всего, именно так и будет. Я не знаю, может, во время стрима по удалению канала, там, я не знаю, к нему ворвется как раз-таки спецназ. Может быть, Азлагор захочет его убить. Может быть, внезапно у него отключится интернет. Отключится, я не знаю, связь. Ютуб рухнет. Гугл заблокирует. Роскомнадзор его заблокирует. Я не знаю. Но просто реально я хочу на это посмотреть. Вот. Если вы тоже хотите посмотреть, вообще напишите свое мнение в комментариях внизу. Честно скажу, у меня вся эта ситуация, она веселит. Мне реально интересно за этим наблюдать. Вот смотришь так, Игра Престолов, там, что там новое вытворит Дейенерис. Смотришь, там, я не знаю, Gravity Falls, там, что произойдет там в следующей серии. Смотришь канал Феромира. Убьют его или не убьют? В общем, действительно, это достаточно забавная вся фигня. Так что вот так, господа. А если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Твич-канал. На этом все. С вами был Артем. Да-да-да-да-да. Вот-вот. Вот на этот канал подписывайтесь. Вот. Чпинг. Грузишься ты долго. Вот. На этом все. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока. С вами был Артем.